В Квитне Украина облетела траурная звездка. Помер метр классического костюма всесвитно-ведомый кутерье Михаил Воронин. Дело Михаила Львовича успешно продолжила его дочь Лариса. Как изменился бренд Воронин с тех пор, мы узнаем на сегодняшнем показе. Многие заговорили о том, что бренд Воронин без самого маэстро станет совсем другим. Потерпел ли бренд каких-то серьезных изменений? Кардинальных изменений нет. Мы как выпускали и разрабатывали, так и разрабатываем и выпускаем классику. Это в основном классический костюм, классическое пальто. Безусловно, есть новые веяния. И наивысшая похвала, так сказать, моей личной работы, это то, что вот сейчас стояла целая толпа наших магазинов, приехавших со всей Украины, из России, из Казахстана. И вот сейчас они мне только сказали спасибо вам, Лариса Михайловна. У нас новые ткани, у нас новые фасоны, поэтому мы ни на шаг вообще не отступаем в сторону от того, что создал Михаил Львович. И работаем по его лекалам, работаем по его конструкциям. Вот просто, ну как знаете, всегда приходит новый человек, есть, безусловно, какие-то новые веяния. Но ни шаг в сторону мы не делаем от этого, да. Скажите, а сколько же людей работало над созданием сегодняшней коллекции? Работала наша обычная творческая группа, где-то приблизительно человек 20, наверное, работала. В каком плане человек 20? Я имею в виду и художников, и конструкторов, и швей, которые отшивали коллекцию, и утюжильщиц, которые ее утюжили. Все вместе человек 20. Мы вас приветствуем с тем, что сегодня вы первые, насколько я понимаю, без своего отца представите коллекцию. Можете быть много зерковых клиентов, друзей, которые сегодня будут присутствием на офисе. На самом деле день сегодня очень-очень символичный. Если, скажем, говорить о цифрах, о датах, то сегодня ровно 6 месяцев, как не стало Михаилом Львовичем. Сейчас мы сделали коллекцию, которую он, наверное, бы порадовался, потому что он был очень светлым, легким человеком. И коллекция наша светлая, легкая, летняя, ну, потому и называется Аквамарин. Я хочу вас запитать про то, что появилось наконец-то и женские костюмы и женские сукни в коллекции от Воронина. Насправді, это мне очень заинтриговало и очень понравилось. Теперь уже и женщины могут быть втянуты, красивые, классичные костюмы. Это была ваша идея створить там жизнь? Это была общая идея, это была идея всего творческого коллектива. Несколько лет уже мы работаем над созданием женской коллекции. Сейчас она у нас разработана, у нас где-то разработано, ну, приблизительно 10-15 женских моделей. То есть на сегодняшний день мы не запускаем ее еще пока в производство как массово, как мужской костюм. Есть объективные причины для этого. Но уже большой какой-то, допустим, даже если заказ, тендерный заказ, скажем, авиалинии, мы уже можем обслужить и женщин. Я слышала где-то, что вы планируете створить конкурс молодых дизайнеров именно своего отца. Когда все-таки планируете реализовать? Ну, планируем, что на следующий год этот конкурс уже будет иметь место. Я знаю, что в вашей домашней коллекции около 20 костюмов от Михаила Воронина. Вы помните, когда вы приобрели свой первый костюм? Первый костюм я приобрел, когда приехал с Америки и открыл для себя всеми известного уже в то время великого маэстро Воронина. Но мой модельер в Нью-Йорке, Метрополитен Опера, он говорит, я на утро тебе сделаю костюм с одной примеркой. Я говорю, такого не бывает. Он говорит, бывает. Он мне вынес знаменитый джекет маэстро Воронина, жилетку вот эту. И по одной примерке утром я пришел, я уже был в костюме. Понимаете, он сказал, у вас легендарный, великий созидатель моды. Это маэстро Воронин. Я преклоняюсь перед этим гением, перед его талантом. Он вообще нашу славянскую, украинскую нацию, извините, переодел просто скуфаек. Он одел красивую, стильную, которая прилягает, лежит по телу, идеально по форме. Я рад, что эту великую, великую эпопею продолжает Лариса Воронина. Володимире Даниловичу, я бачу на ваших щеках поцелунок, жіночки. Да вы что? Да как же без этого? Я думаю, что... Девушки... Мы еще не стыкли поцелуватися, а кто из таких стык? Я их люблю целовать. Да мы же знаем. Я думаю, что это костюм от Воронина, просто он так... Он жёнок манит до себя, так? Время отременей я меняю, я одеваю эти костюмы. Всегда, когда выхожу на сцену, я чувствую возле меня энергию великого метра. Как вы думаете, изменится, до речи, бренд после смерти? Нет, не могу. Не могу. Вы знаете, я не хочу поревняться с другими брендами. Это стиль жизни, это стайл, это, знаете, как очень дорогая, красивая девушка, женщина. Но она не меняется. Она всегда красивая. Редактор субтитров А.Семкин Вот я вот дивлюсь, как вы одягнены. Чему вы сегодня не от Воронина? Это символично, мне кажется, нужно было одягать костюм от Воронина. Но это редкий случай. Просто сегодня погода такая нудная, осенняя, дождливая. На самом деле у меня костюмов от Воронина очень много, а смокинги все только от Воронина, потому что так как этот великий человек умел работать и умел конструировать мужские костюмы и смокинги, так в нашей жизни, в моем представлении, не умеет делать никто. И мы, и страна потеряли в этом году величайшего человека, легендарного человека, настоящую планету. Я знаю, что первый свист смокинг в вашем жизни вы одягли сам от Воронина. Да, это было в начале 97-го года. Я готовил первую церемонию вручения премии «Человек года». Я доселе никогда смокинг не одевал. Михаил Львович, как говорится, сделал себя сам, но в то же время он оставался открытым и хорошим, добрым человеком. Как вы думаете, как ему удалось сохранить в себе это чувство открытости, доброты? Просто он был уникальным человеком. Уникальным я могу это утверждать, потому что, ну, вот другого такого человека, в котором бы сошлось абсолютно все – человеческие, профессиональные, ментальные качества, доброта, порядочность, пунктуальность – я такого второго человека в своей жизни не встречал. Ну, вот так, знаете, говорят, Богом поцелован человек. И вот я хочу сказать, что для того, чтобы увековечить память Михаила Воронина в рамках программы «Человек года», а он сделал для программы, для ее развития очень много, я хочу, и совет, я уверен, поддержит меня, учредить специальную премию Михаила Воронина. Она будет называться «За благородство и проявление лучших человеческих качеств». Можно по Киеву бачить билборды, на которых вы рекламуете одяг от Воронина? Когда была фотосессия эта и кто вас запросил? Ну, на самом деле, есть билборды еще с концерта прошлогоднего. Ну, фотосессию мы делали месяцев три назад, но она вообще, на самом деле, была приручена не духам, то есть она духам была приручена, а не костюмам. Но, в принципе, мы решили убить двух зайцев, как бы, сделать красивый с костюмом и с духами, поэтому запах через картинку не видно. Классический запах Воронина очень шикарный, я считаю, что это идеальный запах для мужчины в костюме. Я очень рад, что представляю наш отечественный бренд, за который мне не стыдно. Владимир, скажи, а как ты считаешь, изменится ли бренд Воронин после ухода из жизни великого маэстро? Я считаю, что он оставил все самое лучшее, я знаю, что дочка ее только приумножит. Лариса Михайловна очень талантливая, она чувствует очень хорошо все тренды, цвета, текстуры. Вот она очень сейчас новая внесет, это текстуры тканей. Ткани будут меняться, появится скоро новых пару линий одежды Воронин, более молодежная сегодня будет представлена. Скажите, вы были клиентом великого маэстро Воронина? Да, да, да. Меня полгода одевал Михаил Воронин лично в шоумании на новом канале. Я был в костюмах от Михаила Воронина, это так было любезно с его стороны. Я чувствовал себя таким, знаете, настоящим мужчиной, потому что очень круто сидели пиджаки на мне, прекрасные ткани, правильные штаны, рубашки, бабочки. Митро, вы будете залышать из себя клиентов уже после смерти? Я поэтому пришел сегодня, потому что Лариса Воронина сегодня нам демонстрирует и презентует совершенно новую коллекцию дома Воронина. Мне интересно посмотреть, будем дружить, конечно же. Продолжение следует...